Начну с нескольких слов о потребности проведения такого исследования. Как уже было сказано, института был ряд региональных проектов, в которых так или иначе приходилось сталкиваться с этой проблемой, которая заявлена в моем докладе и описание, которое я дам в первой части своего выступления. И в ручном режиме приходилось так или иначе либо описывать эту проблему, либо для конкретных регионов ее моделировать. Но сейчас уже, поскольку пришло понимание того, что региональные проекты не закончатся, скорее всего будут продолжаться, появилась потребность в создании некого блока модельного, который бы позволял описывать эту проблему, которую я сейчас скажу, комплексно на уровне всех регионов, а дальше уже использовать этот блок для того, чтобы каждому конкретному региону уже более конкретно смотреть, что в нем происходит. Во второй части своего выступления я буду говорить именно о том, как, возможно, этот блок будет встроить в региональную модель, о которой говорил в своем выступлении Александр Александрович, региональную модель норм. Проблема заключается в том, что в регионах наблюдается дисбаланс в денежных доходах и расходах населения. Значит, о какой именно проблеме идет речь? Я сейчас не буду говорить о том, что в одних регионах доходы большие, в других маленькие, в другим маленькие доходы и, соответственно, расходы. Проблема заключается в том, что в одном регионе, возможно, формируются доходы, которые тратятся в другом регионе. И, к сожалению, таких регионов достаточно много. Значит, показатель денежных доходов и расходов, он является одним из основных в модели регионального развития институтской, которые так или иначе описывают социальную сферу. Значит, источником этого показателя является баланс денежных доходов и расходов населения. Поэтому несколько слов скажу о том, как можно в рамках баланса денежных доходов и расходов увидеть то, что денежные доходы, формируемые в одном регионе, тратятся, соответственно, в другом регионе. Ну, или наоборот. Значит, значительное превышение расходов над доходами в регионе, данный регион будет называться регионным рецеприентом, будет отражаться в данном регионе в относительно высоком уровне расходов на товары и услуги и отрицательном приросте рублевой наличности на руках населения. То есть будет происходить изъятие рублевой наличности и запрощение на данной территории. Соответственно, в регионе донор и денежных средств будет наблюдаться обратная ситуация, когда будет относительно низкий уровень расходов на товары и услуги и относительно высокий уровень прироста рублевой наличности на руках населения. Значит, посмотрим, что происходит на уровне федеральных округов, как складывается ситуация. Вот если мы посмотрим на первый график, мы увидим, что 5 федеральных округов из 8 имеют превышение денежных доходов над расходами. То есть Северокавказский, Приволжский, Уральский, Сибирский и Дальний Восточный. Именно эти регионы являются донорами денежных доходов, которые расходуются в Центральном, Северо-Западном и Южном федеральном округах. Если посмотреть более подробно на следующих двух диаграммах представления ситуации внутри Центрального и Сибирского федерального округа, то мы увидим, что в Центральном федеральном округе у нас все регионы являются донорами денежных доходов, которые расходуются в Москве. В Сибирском федеральном округе таких регионов, рецепиентов денежных доходов, скажем, 3. Новосибирская область, Республика Хакасия и Республика Бурятия. Теперь соотнесем это с внутренней миграцией населения и с именно не только населенческой миграцией, но и трудовой миграцией населения, которая имеет временную форму. Итак, первый график, еще раз повторяется, который был на предыдущем слайде. Посмотрим, как он соотносится с сальдо внутренней миграции населения. Мы видим, что те же самые 5 федеральных округов имеют отрицательный сальдо миграции населения в целом. Соответственно, Центральный, Северо-Западный и Южный федеральный округ показывают прирост населения в результате миграции. Ситуация с трудовой миграцией имеет похожую, но несколько иную форму. Центральный, Северо-Западный и Уральский федеральный округ, и Дальний Восточный, они имеют положительный сальдо трудовой миграции населения. Временная форма имеется в виду, это миграция на уровне федеральных округов, это, конечно, здесь ее не отразишь, но это в основном бахтовый метод работы. И тем не менее, люди едут в Уральский федеральный округ, зарабатывают деньги, и Дальний Восточный, а, соответственно, тратят их Центральном или Северо-Западном федеральном округе. Получается следующая ситуация, что население, работая в одних регионах и участвуя в тех отраслях, видов деятельности, которые относятся к производству ОВРП, расходуют эти заработанные денежные средства в других регионах. Значит, характерно это для регионов Севера, ну, в частности, которые являются регионными донорами денежных средств. Соответственно, в регионных рецепентах наблюдается высокий уровень расходов на товары и услуги, которые не имеют прямого отношения к производству ОВРП. Такое положение, как мы сейчас увидим на следующем слайде, складывается в Москве, Санкт-Петербурге и в Уральских зонах. Значит, вот более детализированная картинка на уровне регионов. На слайде представлена группировка регионов в разрезе четырех групп. Значит, группируются регионы по величине сальдо внутренней временной трудовой миграции и соотношении денежных доходов и расходов. Значит, посмотрим на те регионы, которые расположены в первом квадранте. Таких регионов 19. Они характеризуются тем, что они являются регионами-донорами денежных средств, и одновременно они являются рецептиентами внутренних временных трудовых мигрантов. Таких регионов 19 штук, и мы видим, что это в основном регионы севера, Коми, Мурманской области, Хантамансинский, Молненецкий, Амурский, Магаданский, Сахалинский, Еврейский, Чехоский, Ахтономный области. Соответственно, в третьем квадранте мы видим 8 регионов, которые характеризуются тем, что они являются рецептиентами денежных доходов, но с другой стороны из них население уезжает работать в другие регионы. Второй квадрант. Там сосредоточены всего 4 региона. Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Тюрьменская область. Эти регионы привлекают, естественно, к себе трудовых мигрантов, и там происходит наибольшее превышение расходов над доходами. И самая большая группа регионов сосредоточена в четвертом квадранте, 55 регионов, в которых наблюдается одновременно и отток трудовых мигрантов в другие регионы, и, соответственно, вымывание из них денежных средств в регионы донора. То есть вот в эти регионы и 8 регионов, в которых данный анализ средств сделан на данных за 2014-2016 год. Таким образом, значит, что является фактором вот такого регионального дисбаланса денежных доходов и расходов, это, прежде всего, внутренняя межрегиональная миграция, то есть и внутренняя трудовая миграция населения, и отраслевая структурная специфика регионов, да, то есть когда население тратит средства там, где, например, больше развита сфера торговли и услуг, то есть в таких мегаполисах, как Москва, Санкт-Петербург. Соответственно, в этой связи возникает задача как бы отражения вот этой взаимосвязи и учет межрегиональной миграции, и в том числе трудовой миграции вот в рамках того комплекса региональной модели, которая есть в институте, и с учетом вот особенностей пространственного развития Российской Федерации и отраслевой структурной специфики регионов. И обратная как бы, ну, не обратная задача, а следующая задача, это учет влияния межрегиональных потоков внутренних трудовых мигрантов на региональную структуру денежных доходов и расходов населения. Значит, вторая часть посвящена тому, как это можно вот учесть. Этот слайд как бы повторяет уже то, что было в выступлении Александра Александровича. Значит, здесь представлен комплекс моделей, которые и их взаимосвязи друг с другом, не буду более подробно останавливаться. Значит, модель прогнозирования развития экономики, которая позволяет получить показатели в разрезе федеральных округов и регионов и сбалансировать это на уровне Российской Федерации. Примен, Саня. Примен. Да, хорошо. Значит, проблема заключается в том, что в статистике в прямом виде отсутствуют показатели именно трудовой миграции населения. Поэтому в свое время был разработан подход, как оценить вот именно эти потоки трудовых мигрантов между регионами, то есть сколько едут население, не население всего, а сколько едут людей именно с целью работы в другом регионе. Это может быть и временная трудовая миграция, это может быть и долгосрочная миграция, то есть на постоянной основе. Значит, на данный момент уже оценены полученные оценки матрицы трудовой миграции населения в динамике между регионами. Дальше возникает задача их прогнозирования. Как эту матрицу можно спрогнозировать? Два подхода. Значит, это может быть некий инерционный подход, либо некий факторный прогноз. Значит, общий объем трудовой миграции может быть получен в рамках модели РИМ. Это факторный прогноз объема трудовой миграции населения. И далее этот общий объем как бы спускается на уровень регионов и получаются оценки некие именно межрегиональные трудовые миграции с учетом отраслевой специфики регионов, то есть региональный отраслевой прогноз объемов миграции. Дальше задача, которая стоит, предлагается решать в рамках и в терминах баланса трудовых ресурсов. Значит, логика, если кратко, такая. Необходимо сделать оценку прогноза баланса трудовых ресурсов на уровне Российской Федерации, оценить потребность, прогноз потребностей трудовых ресурсов, дополнительных трудовых ресурсов, которые потребуются в перспективе для развития экономики и понять, что мы можем покрыть за счет внутренних своих резервов, то есть снижения безработицы или снижения экономически неактивного населения, или за счет внешней миграции. Дальше опустить этот, ну, скажем так, грубо расшить этот прогноз на уровне федеральных округов. То же самое сделать прогноз потребностей в дополнительных трудовых ресурсах в каждом федеральном округе и дальше оценить, как мы эту потребность можем закрыть. Здесь уже возникает еще один элемент, за счет чего мы можем эту потребность закрыть, это именно за счет внутренних трудовых мигрантов, помимо внутренних резервов федеральных округов и внешних трудовых мигрантов. Дальше провести балансировку с Российской Федерацией и перейти к региональным прогнозам аналогичным. Собственно, да, последний слайд. Почему именно и чем полезно решение данной задачи именно в рамках баланса трудовых ресурсов? Во-первых, начали мы как бы с проблемой несоответствия денежных доходов и расходов в каждом регионе, а перешли к балансу трудовых ресурсов и к более большой проблеме. Мы можем за счет построения таких балансов сделать оценку потребностей федеральных округов и регионов дополнительной рабочей силы, что так или иначе возникает при выполнении региональных заказов со стороны регионов. Дальше мы можем получить количество оценок, возможности удовлетворения этой дополнительной потребности за счет как внутренних региональных резервов, так и трудовых мигрантов из других регионов. Имея вот такую комплексную взаимосвязь в балансах, мы можем обосновать, какие необходимые социально-экономические меры необходимы для привлечения трудовых мигрантов из других регионов. Кроме того, мы можем, имея такую комплексную и взаимосвязанную модель, оценить последствия привлечения мигрантов в один регион, в котором условно дефицит рабочей силы, и как это повлияет на оставшиеся регионы. Следующая задача, которая будет решена в рамках такого блока модели, это количественная оценка влияния трудовой миграции на соотношение денежных доходов и расходов населения в перспективе. Также будет оцениваться вклад внутренней трудовой миграции в формирование доходной части региональных бюджетов и возможность использования этих результатов в региональных проектах, которые так или иначе будут в институте, надеюсь, делаться. Так, спасибо, Катерина Александровна. Вопрос? Пожалуйста. Катерина Александровна, вопрос. Насколько я понял, как ситуация, да? У вас там термин дисбаланс, да? Дисбаланс, обычно, коннотация такая негативная, да? Давайте просто считаться, как положим. Здесь семья в городе Санкт-Петербург. Значит, ну, доходы не соответствуют, как бы, там, потребностям, да? Значит, муж торгуется на крайний север, значит, зарабатывает там какие-то деньги, в Нурманске, допустим, да, там, на обслуживание атомово-ледокольного флота, но не тратит там деньги, а возвращается в Санкт-Петербург и тратит на жену. Это дисбаланс? Ваша промаха вашей модели. Дисбаланс для того? Нет. Дисбаланс, смотря в отношении чего? Семьи или региона? Вот регион, там, регион, регион Мурманске, я трачу в Санкт-Петербурге на жену. Дисбаланс? Дисбаланс для Мурманской области, потому что деньги заработаны... Дисбаланс, хорошо. Второй вариант. Я зарабатываю деньги в Мурманске, трачу там на местных девчонок, то есть в этом регионе, а на жену не трачу. Дисбаланс, это удовольствие, а не дисбаланс, понимаешь? Да, круто. У меня вопрос, как вы сидите в Сочи, говоря в этой ситуации. Смотрите, можно ли в рамках дальнейшего исследования как бы зафиксировать дисбаланс, ну, естественный для структуры страны, да, понятно, хочется работать на Мурманске, на водопесочек, да, вот, и как бы неестественный, который можно как-то там компенсировать, там, устранять, который, ну, как-то мешает. Я думаю, что, ну, пока эта задача как бы не стояла, но я думаю, что при реализации вот этого вот, пока на уровне идеи вот этой модели, это можно будет как-то учесть. Спасибо. Так, Владимир, пожалуйста. Может, то есть, животновод заменить металлургой? Ну, если сельскохозяйственного, металлургии не хватает. Раз, прикинули. Баланс. Как земляков, по-моему. Одно и то же. Нет, это не одно и то же, безусловно, и мы понимаем эту проблему, вот, и будем стараться ее тоже учитывать. Так, ну, я позволю себе два крошких вопроса. Значит, Екатерина Александровна, вот вы все-таки то, что нам демонстрировали, это уже все у вас на ходу, что называется, есть информационная база, или это и нехие подходы методологические? 50 на 50, я бы сказал. 50 на 50. Первое. Есть информационная база как бы существует, и существуют даже на самом деле отдельные расчеты. А следующий этап, это встраивание в этот комплекс моделей полностью, да? Второй вопрос. Там я обратил внимание, у вас везде мигранты из других регионов, видимо, российских регионов. А ведь по большей части мы имеем дело с трудовой миграцией из наших братских республик, бывших Казахстан, Средняя Азия, в первую очередь, да, и из Китая, и из Кореи, и из Северной Кореи, в том числе на территории Сибири, Дальнего Востока. Вы разделяете вот эти миграционные потоки трудовой миграции? Безусловно, разделяем. А почему у вас об этом не говорится? Может, я неправильно шифру? Нет, это не шифровка, просто то, о чем вы говорите, это показатель баланса трудовых ресурсов, отчетного баланса трудовых ресурсов. К сожалению, он оставляет желать лучшего. Это по стране? И по стране, и по регионам это есть. Это в отчетных балансах. В последний квадратик, там есть третий пункт, внешние трудовые миграции. Вот вижу. Нет, я здесь вижу, но в тех таблицах, которые были последние, я на него не могу. К сожалению, просто та цифра, которая в балансах трудовых ресурсов, она далека от истина. Но это уже... Понятно. Спасибо. Спасибо большое. На самом деле, коллеги, вот это то направление, в котором нам нужно очень плотно работать вместе. Очень плотно, потому что на самом деле это не только связано с потенциалом, трудовым потенциалом наших территорий, сможем ли обеспечить те или иные прорывные направления. Владимир Юрьевич задал вопрос, там, металлург и так далее. Извините меня, господин президент у нас на днях говорил о вопросах и о проблемах переподготовки кадров, да, и о государственном подходе к этому. Но я обращаю ваше внимание на следующее. Вот выстрелил на днях события где там, в Якутии, да, в Якутске по поводу там изнасилования трудовым мигрантам, внешним трудовым мигрантам. Вот это вопрос, это все вместе, понятно, это вопрос с их синопробием, это социальный политик, как угодно. И этим заниматься нужно и стопроцентно, чтобы мы не занимались страшилками о желтой угрозе. Знаете, сколько у нас так непрофессионально совершенно подходят. Любой губернатор вам скажет, без них, без этих китайцев мы уже не можем обойтись на Дальнем Востоке. Но посмотреть совершенно реальные пределы и возможности мы обязаны и должны оценивать. Потому что без таких квалифицированных подходов мы, конечно, не сможем здесь дальше двигаться.